Региональный форум управляющих компаний начали с подведения итогов работы за год. В 2017-м в регионе составлен рейтинг управляющих компаний. Он призван стимулировать конкуренцию и в итоге повысить качество услуг. В отборе приняли участие более 200 организаций. Их оценивали по 11 критериям, среди которых площадь жилого фонда, число жалоб и штрафов. Лидерами рейтинга признаны две управляющие организации Самары, также в первых строчках организации Тольятти, Шигонского и Шанталинского районов. В этом году для рейтинга список критериев расширит. Дмитрий Пещаданов дал поручение с 2018 года разработать и внести ряд критерий дополнительных, таких как мнение общественности, мнение непосредственно собственников и жителей квартирных домов на влияние этого рейтинга. В зоне особого внимания правовые аспекты работы. В частности, во взаимоотношении управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями остро стоит вопрос перехода на прямые договоры. Допустим, управляющая компания обязана передать базу данных ресурсоснабжающей организации для начисления платы. В каком виде эта база будет передана? Когда она должна быть передана? Не написано. То есть можно на бумажке передать список домов, список квартир и на этом закончится. Вроде бы передали. На самом деле, на основании этих данных ресурсоснабжающая организация не сможет начислять. Чтобы повысить качество обслуживания многоквартирных домов, в регионе запланировано проводить встречи с жителями во дворах. На этих собраниях обязательно должны присутствовать представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Показатель стоит провести порядка пяти тысяч дворовых собраний по территории всей области. Ну и, конечно, в первую очередь акцент – это Самара, Италия, для того, чтобы продвинуть дальше вопрос о формировании прозрачных, понятных, эффективных систем взаимоотношений между теми, кто является оплачиваемой услугой, тех, кто эти услуги оказывает. В рамках форума за высокие показатели в работе награждены работники сферы ЖКХ. Председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты региона Виктор Часовских отмечен благодарственным письмом Минстроя России. По итогам форума подписана резолюция. В нее вошли конкретные предложения к Губернской думе и правительству страны. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.